МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости в студии Назгуль Талибова. Коротко о главном. К учебному году не готова ветхие сырые стены и протекающая крыша. В таком состоянии сегодня находится здание карагандинской школы номер 10. Ограбление провалилось, но злоумышленник сумел отравить жителей целой девятиэтажки. В одном из домов по улице Гапеева жильцы страдают от перцового газа. Ценовой сговор и ажиотаж карагандинцев. Все это, по мнению властей, стало причиной дефицита сахара. В настоящее время принимаются меры по нормализации ситуации. Карагандинская средняя школа номер 10 не готова к новому учебному году. Ветхие стены, запах сырости и протекающая крыша. Родители и учителя беспокоены, распахнет ли школа своей двери первого сентября. Педагогический состав школы номер 10 озабочен главной проблемой. Последний раз капитальный ремонт проводили здесь 15 лет назад. Ветхая крыша, запах сырости – это не единственные минусы учебного заведения. По словам учителя Камшат Курмановой, в школе не хватает и классов для обучения. В пяти кабинетах опасно проводить занятия. Протекает потолок, и он может обвалиться. Более тысячи школьников нуждаются в нормальных кабинетах. Мы требуем от нашего руководства поскорее решить эту проблему. Такой случай не первый год. Посмотрите сами, кто захочет отдать своего ребенка в такую школу. Тут учиться невозможно. Хотелось бы, чтобы все решилось до начала нового учебного года. Во всем виноваты учредители и некачественный ремонт. Заместитель руководителя городского отдела образования Ахат Миштаев заявил, что виновата компания с адвокатов, которая выиграла тендер на ремонт на сумму 1,7 миллиона тенге. Однако работу начали поздно и сделали не до конца. В отделе образования уверяют, что до нового учебного года подрядчик все доделает. В связи с этим, мы согласно закону, мы обратились ко второму подрядчику, который шел поздно первого. Им был то креатив строй. В настоящий момент с ним заключен договор. Он со дня на день приступит к работе и закончит в течение трех-четырех недель. Так что к учебному году школа будет готова. Те ущерб, которые нанесены после дождя, мы подаем искренно с адвокатов. Члены городского общественного совета обещают держать проблему на контроле, а также заявили, что попросят у городских властей дополнительные средства. И сделают все для того, чтобы дети в положенный срок вновь сели за парты. Попытка ограбления произошла в одном из домов на улице Гопеева. Злоумышленник попытался ограбить женщину. Однако, получив отпор, скрылся с места преступления. При этом грабитель успел брызнуть в жертву газом из баллончика. В результате пострадала не только жертва ограбления, но и многие жители дома. Все подробности далее в сюжете. Гульмира Минжанова тот злополучный вечер запомнит навсегда. Она работает коммерсантом и возвращалась с работы с сумкой полной денег, зарплатой продавцов рынка. Ее муж считает, что, возможно, грабители работали по наводке. Когда остановился, тут какой-то ходил молодой человек. И когда она на него посмотрела, он типа отвернулся, а лицо типа не показать. И как-то он за ней умудрился зайти тихо. Она возле лифта уже стояла когда. Он говорит, уже рядом был. А она не слышала, как он за ней заходил. И в этот момент он использовал баллончик. Жертву грабителя спасла Людмила Руф. Неравнодушная соседка стала кричать с балкона. Говорит, что, возможно, именно этого и испугался злоумышленник. По словам, он действовал не один. Мы вовремя вышли. Потому что, может, он здоровался, он вообще мог меня прибить. И потом, значит, тут скорая приехала, ее забрали. Другая девушка вышла, упала. Тут все жильцы вышли, детям всех в таксаловье повезли. Им тошнит, рвет их все. От распыленного перцового газа пострадали все жители дома. Запах баллона дошел до девятого этажа. После чего все начали задыхаться и в панике выбегать из квартир. Некоторые падали в оморок. Почти у всех открылась рвота. Позже они получили медицинскую помощь на амбулаторно-поликлиническом уровне. Одна из них до сих пор находится в токсикологии. Ну, я быстро схватила внука. И даже в лифт не поехала. Не это, потому что ждать лифта было уже даже, наверное, каждая секунда была на счету. И мы вот бежали с ним. Это вообще ужас. И если преподносить, это просто был ужас. Натуральный ужас. Потому что мы бежим с внуком на улицу. Тут девушка, вот эта девушка, которая в токсикологии до сих пор лежит. Она лежит, она почему-то бежит. Я не знаю, может быть, какой-то нервно-паралитический газ был. Потому что она бежала почему-то вверх. Дверь прикрыта была. Сразу мне задохнулось. Кашель. Машину, на которую уехал грабитель, сфотографировала камера видеонаблюдения. По словам предсекретаря Департамента внутренних дел Батырхана Смаилова, сейчас идется досудебное расследование. Среди 16 регионов Казахстана Карагандинская область занимает 9 место по исполнению бюджета. Такие данные были озвучены на аппаратном совещании в областном Акимате. Глава региона Нурмухамбет Абдибеков обсудил исполнение областного бюджета за первое полугодие. Расходная часть бюджета Карагандинской области за первое полугодие выполнена на 99%. Остаток недоиспользованных средств сложился в сумме 1,1 миллиарда тенге. На аппаратном совещании озвучили подразделения, которые недоосвоили больше всего денег. Наибольшие суммы неосвоения по управлению строительством и координацией занятости социальных программ. По управлению строительством неосвоено 254,5 миллионов тенге. Из них 199 миллионов тенге – это по строительству детского сада в городе Караганды в рамках программы Нурлыжов. В том числе 146 миллионов – это излишне предусмотренные средства. 53 миллиона тенге – это экономия по итогам государственных закупок. 55 миллионов тенге – по строительству врачей на амбулатории в рамках программы Дорожная карта занятости 2020. Но в целом ситуация с областным бюджетом стабильная, считают в областном управлении экономики и финансов. Глава региона Нурмухамед Абдебеков заявил, что в нынешнем году на процесс формирования бюджета свое влияние оказали новый состав областного маслехата, а также поступление дополнительных средств из республиканской казны. В первом полугодии проведена большая работа по распределению этих денег. Теперь настало время работать, заявил Акимобласти. Теперь наступила самая ответственная пора именно непосредственно исполнения вот этих всех программ. И реализация тех проектов, которые мы сами заявляли, добивались выделения на них финансовых средств и получив поддержку, конечно, негоже будет, если мы где-то в силу того, что кто-то где-то недоработал, не будем их осваивать. Максимально прошу ответственно подходить к этому вопросу, держать на своем ежедневном практически контроле. В Карагандинской области начато антимонопольное расследование, связанное с дефицитом сахара. В областном департаменте антимонопольного комитета заявили, что дефицит создан искусственно. Городские власти организовали специальный рейд, в ходе которого выяснили настоящее положение дел. 244 тенге. По такой цене сегодня в Караганде продается один килограмм сахара песка. Но это в социальных павильонах и только по два килограмма в одни руки. Горожане твердо уверены, что имеет место ценовой сговор. Летом традиционно увеличивается спрос на сахар. Вот поставщики и решили урвать куш. «Сахара в Казахстане хватает, очень много его. Это специально делается ажиотаж, чтобы поднять цену. Вот я так считаю. Вот сейчас мне дали два килограмма, мне, конечно, это хватит. А многим это, потому что пожилой человек, мне хватит два килограмма надолго. А людям-то надо варенье варить. Людям не хватит это». Точку зрения пенсионера Равиля Рамазановича поддерживает и департамент антимонопольного комитета. Начато расследование в отношении пяти оптовых поставщиков сахара. Что касается нынешнего дефицита, то властями предпринимаются специальные меры. В частности, товарные интервенции. «И на сегодняшний день, в течение недели, где-то ожидается доставка порядка пяти-семи вагонов. Это полностью закроет потребность города». Еще 14 июля в Караганду поступило 150 тонн сахара. Весь объем был распределен в социальные павильоны, на коммунальные рынки и супермаркеты. В отделе предпринимательства также отметили, что большую роль в создании дефицита сыграли и сами карагандинцы, скупая сахар мешками. «Сами населения в связи с увеличением спроса, они пытаются закупиться, и они больше закупают. Из-за этого население сами создают ажиотаж. А так сахар в торговых магазинах, там же есть другие виды, рафинад, они все в свободном продаже». По информации областного Акимата, в городах и районах области работают 33 социальных павильона, 4 коммунальных рынка и 285 торговых объектов, где созданы специальные ряды и социальные уголки. Именно там в первую очередь и будет реализовываться сахар из стабилизационного фонда. Андрей Тен, Исламбекоспан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Ну а сейчас не переключайтесь, впереди реклама, и мы обязательно вернемся к нашим актуальным новостям. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Pharnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Карагандинская клиника имени Макожанова удостоена звания «Лучшая региональная клиника». Награда вручена на международном саммите, который прошел в Германии. Европейская бизнес-ассамблея и ее региональные партнеры ежегодно чествуют представителей науки, бизнеса и промышленности. Основное мероприятие саммита прошло в конференц-зале пятизвездочного отеля, где собрались более ста лидеров науки, промышленности и бизнеса. Представители стран Европы, Азии, Африки и Северной Америки были удостоены высокой награды. Клиника имени Хафиза Макожанова – специализированное травматолого-ортопедическое медицинское предприятие в Карагандинской области. Ежегодно более 7 тысяч пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата получают специализированную и высококвалифицированную медицинскую помощь. Работу и качество услуг клиники имени Макожанова оценили за рубежом. Наша клиника также принимала участие в этой церемонии награждения. Мы принимаем участие в рейтинге этой кампании с 2012 года, это по предоставлению Министерства захоронения в то время. И ежегодно дается определенная оценка работы предприятия. За это время, с 2012 года, это третья номинация, которую мы получали. В этот раз получили номинацию «Лучшая оригинальная клиника». Кроме церемонии награждения ведущих кампаний, для участников саммита прошла сессия тренингов в рамках образовательной программы Европейской бизнес-ассамблеи. Также для гостей провели экскурсионную программу и банкет. Это стало поводом для зарождения и развития многих совместных инновационных проектов. Проливные дожди прекращаются в Караганде уже неделю. По прогнозам синоптиков, дождливая погода продержится еще несколько дней. Когда выглянет солнце и что думают о погоде карагандинца, узнавала Адель Антаева. Евгений Иванов с любовью ухаживает за своим небольшим огородом. Здесь каждый кустик посажен его заботливыми руками. К длительной дождливой погоде у Евгения Валерьевича двойственное отношение. С одной стороны, значительная экономия на поливе, с другой, не все растения любят много воды. Пока у нас идут дожди, у нас сейчас все расцветает, все зеленеет, все растет. Но придет время, когда дожди не нужны будут. Начнет урожай гнить. В каждой погоде свое время. Сейчас все жалуются, что как бы не созреет картошка, она вся погниет, потому что очень влажная земля, а ей сейчас нужен сухая земля. Июль по традиции считается самым жарким месяцем лета. Многие карагандинцы привыкли проводить его на городских пляжах. Однако устоявшиеся дожди внесли коррективы в планы горожан. И тем не менее, большинство карагандинцев считают, что у природы нет плохой погоды. Для меня это хорошо. И именно к дождям? И к дождям, и к каждой погоде благодать. В осень, и сяло, лето, зима. Погода разуме вспыхать. Почему? Потому что каждый день дождь тоже. Какая разница, какая погода? Ну, как бы. Дождь идет тоже хорошо, не жарко. Жарко тоже хорошо, дождя нет. Так что все нормально, я думаю. У природы свои капризы. Их не изменить человеку. Каждый житель города хотел бы узнать, что будет дальше. Специалист гидрометцентра дал краткую информацию о погоде. На территории карагандинской области, особенно в северных ее районах, уже выпало до двухмесячных норм. В Караганде тоже уже выпало две месячные нормы осадков. Но я бы не сказала, что это аномальное явление, потому что июль – это май и июль, у нас самые осадочные месяцы в году. И буквально в 12, в 13, в 14 годах в июле тоже у нас наблюдались интенсивные дожди, тоже до двухмесячных норм и более. Дожди продлятся до 23 июля. Гидрометцентр утверждает, что ничего сверхъестественного в дождях в данное время года нет. И обещают, что погода скоро наладится. Адель Антаева, Жексулык Нуртай, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Карагандинцам показали предприятия, которые загрязняют окружающую среду. На специальном сайте появилась карта. На ней отмечены все предприятия страны, которые выбрасывают в атмосферу вредные вещества. В реестр попали Арселор Миттл Тимиртау и Карагандинский литийный завод. Соблюдать отечественное законодательство и информировать население об экологической ситуации. Такова, по мнению разработчиков, главная задача этого сайта. Дело в том, что с этого года вступил в силу закон, в соответствии с которым промышленные предприятия-вредители обязаны предоставлять данные о выбросах загрязняющих веществ. Ну, крупные предприятия Караганды, все у нас знают, горно-богатительные фабрики, шахты, рядом Тимиртау, электростанции. Тут никакой тайны, никакой Америки мы не открываем. Просто теперь можно, если подвести мышку к значку конкретной шахты, можно посмотреть, каких веществ, сколько она выбросила в воздух. Пока у нас данные только за 2013 год. Но мы планируем 2014-2015 разместить. На сайте отмечены предприятия, которые уже сейчас добровольно предоставляют данные Министерства энергетики. Информация на портале размещена в основном для населения. Любой желающий может увидеть, какие вещества выбрасывает в атмосферу то или иное предприятие. И чем это опасно. В Евросоюзе, в принципе, во всех странах это обязательно. Такие сайты. В Чешской республике, в принципе, уже 12 лет такая система работает. Так что достаточно давно создана. Тоже было очень много сложностей, когда мы создавали эту систему. Но она уже очень хорошо работает и ей пользуются граждане, также и государственные всякие организации, которые смотрят за контролем промысленных предприятий, например, выдают разрешения, экологическая инспекция и так далее. Журналисты также, потому что они могут брать актуальную информацию про уровень загрязнения в разных областях. И также такие сайты позволяют делать сравнение между разными предприятиями во внутри страны и также на международном уровне. Потому что, ну, например, здесь у вас металлстил, у нас тоже есть металлстил. Так что любой человек может посмотреть, какая разница между нашими металлами. И это только один такой пример. Но, конечно, металлургия является одним из таких самых высоких загрязнителей в ближайшие среды. В нашей стране нововведение только набирает обороты. Но создатели уверены, что сайт обретет популярность. В Карагандинской области на карте отмечены сразу два крупнейших предприятия загрязнителя. Арселор Митал Тимиртау и Карагандинский литейный завод корпорации «Казахмыс». Асель Сазамбаев, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Уважаемые телезрители, это все, о чем успели рассказать журналисты Первого Карагандинского. Если у вас есть интересные информации, звоните по телефону 420649. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok